Музыка Грандиозное шоу собрало под куполом цирка сотни зрителей. В Шымкент приехал легендарный цирк Никулина. Московские артисты подготовили полуторачасовую новогоднюю программу. Особый восторг у зрителей вызвал медведь за рулем автомобиля. Цирковой номер подготовила Ольга Кудрявцева. Чтобы обучить медведя управлять автомобилем у дрессировщицы ушло три года. Косолапые артисты, несмотря на свою неуклюжесть, отличаются силой, ловкостью, сообразительностью, ловко жонглируют кольцами. А я буду просто демонстрировать, просто буду артисткой выходить. А медведь будет делать трюки, которые, я думаю, должны понравиться зрителям. Мы показываем то, на что способен зверь, на то, на что способен медведь. И для того, чтобы зрители поняли, что медведь рулем управляет сам автомобилем, мы для этого показываем картинг, где совершенно полностью открытая машинка. Сразу открою секрет. Медведь не заводит машину и не давит на педали. Медведь управляет полноценно рулем. От выступления воздушных гимнастов и канатоходцев дух захватывает. Зрители поражены мастерством, силой и выносливостью на грани человеческих возможностей. По словам организаторов, традиционный приезд цирка на Цветном бульваре всегда сопровождается бурными овациями от безграничных талантов, в том числе умение развеселить публику и поднять всем настроение. У нас вольно стоящая лестница, у нас дрессированные собаки, у нас шикарнейший клоунский дуэт, музыкальные клоуны. Не часто встретишь таких клоунов музыкальных, которые так работают. Ну а вообще про программу рассказывать очень тяжело. Лучше придите и посмотрите на самом деле. Туда специально подготовив новогодний спектакль с Дедом Морозом и со Снегурочкой. Так что этот спектакль не чисто цирковой, еще в нем участвуют и Дед Мороз, и Снегурочка. Цирк Никулина проводят в Шемкенте до 8 января. Билеты на легендарное и уникальное новогоднее шоу можно приобрести в кассах цирка или онлайн на сайте kassir.kizet.